Анализ истории пророков Как Библия, так и Коран определяют понятие пророчества в самых возвышенных выражениях. Но рассмотрев истории пророков, мы увидели, что только в Коране они представлены в соответствии с этим идеалом. И наоборот, Библия выставляет пророков в крайне негативном свете. Создается впечатление, что нет такого греха, который был бы слишком тяжким для них. И тем не менее, в Библии утверждается, все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Какую мораль можно извлечь из истории, в которых пророки поклоняются идолам, совершают прелюбодеяния и убийства, богохульствуют? Еще одно несоответствие заключается в том, что Бог в Библии заявляет, что его заповедям легко следовать. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека». Эти слова поддержки были направлены ко всему народу Израиля, будь то пророк или обычный человек. Но как можно ожидать соблюдения этих заповедей от израильтян, если пророки, богоизбранные и обязанные сохранять и распространять эти заповеди, не смогли соблюсти даже самые основные законы Бога? Разве это не насмешка над Богом? Одно из названий Корана – Аль-Фуркан, что значит «критерии между истиной и ложью». Поэтому Коран не только подтверждает пришедшие до него писания, но и исправляет встречающиеся в них искажения. «Мы не спослали тебе, Мухаммад, писание с истиной в подтверждение прежних писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их, или свидетельствовало о них, или возвысилось над ними. Суди же их согласно тому, что не спослал Аллах». Коран защищает праведных божьих пророков от всей той клеветы и лжи, которая приписывается им в Библии. Это лучшее руководство для тех, кто ищет примеры для подражания, чтобы приблизиться к Богу и преуспеть в вечной жизни. В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом. Продолжение следует...